Ченцов. Когда ваш друг будет каяться по поводу великолепного Трампа? Я не знаю, кого вы имеете в виду. Многие из моих друзей любят республиканцев Трампа, называют его эффективным президентом. Которые делают Америку благополучней, здоровеем. Много у меня сторонников-демократов среди друзей, которые, соответственно, ненавидят республиканцев или сторонников Трампа. Но бывают случаи, когда люди меняют свою позицию. Очень редкие случаи. Был у меня один знакомый профессор в университете, который был очень ярым сторонником демократов. И постепенно, потихонечку, на основании объективных данных, стал сторонником республиканцев Трампа. Ну, так тоже бывает, ничего страшного в этом нет. Каяться я не знаю. Вы там уточните, я вам задал этот вопрос. Кого вы имеете в виду? Кто должен каяться и в чем? Трамп остается президентом. Вся эта напрасно, которая на него высыпалась, о том, что он там покупал проституток, чтобы они мочились на постели, где спал Барак Обама и Мишель Обама. Ну, бредом оказалось, понимаете? И все эти истории насчет того, что импичмент завтра наступит. Ну, тоже бред. Не наступил импичмент. А, может быть, вы имеете в виду как раз сторонников демократов, которые поливали Трампа? Ну, я не вижу пока свидетельств того, что они хотят покаяться. Люди, которые распространяли, ну, ложную информацию и давали экспертизу очень неточную. Ну, давайте их прощать, давайте быть милосердными. Ну, люди заблуждались. Они сейчас в основном молчат. Там редкие... Ну, правда, вот Филиштинский недавно опять выдал какой-то пост с неким таким набором, уже без вот этой постели, с мочой, с золотым дождем и без импичмента. Ну, тоже там что-то не так у Трампа. Вот. Но в основном люди там, ну, перестали радикально выступать с обменениями. Сами демократы тоже сейчас сосредотачиваются на других проблемах. Там их много. Проблема МИТУМ, проблема феминизма, проблема иммигрантов. Сейчас уже Трампа обвиняют в чем-то другом. В том, что он... У меня на занятиях, я, по-моему, это в пост какой-то даже размещал, мы обсуждали факты и мнения. Значит, и учительница, такая ярая сторонница демократов и противница Трампа, американка, афроамериканка, она, значит, в качестве факта привела такой пример. Трамп – расист. Вот я сдержался, я об этом писал. Мне хотелось с ней поспорить, но здесь... А преподаватели, которые становятся сторонниками республиканцев, их просто выжимают с работы. Тихонечко так. И я знаю несколько примеров, и мне рассказывали. Я не стал с ней спорить. Ну, почему нет? Ну, пусть имеет такое мнение, опиниен. Вот, называю его фактом. Ну, мы, взрослые, здоровые люди, должны не кричать на нее, там, не ругаться, не драться с ней, а скептически ухмыльнуться и позволить ей иметь такое мнение, которое она называет фактом. Субтитры создавал DimaTorzok